Всем-всем большой привет, зритель нашего канала. Большой-большой привет. Сегодня у нас уже 6 апреля. Я вышла такое солнце яркое, естественно без шапки. Я вчера уже целый день ходила без шапки. В итоге сегодня нос заложен. Вот так вот. Чуть-чуть дунул ветерок, все. Ладно, тем не менее, я решила поносить новую куртку. Она такая очень легкая, очень комфортная, мне очень нравится. А то сейчас уже, наверное, через неделю все уже оденем ветровки и не успеешь даже походить в обновке. Вот сейчас еду за Леной, потом едем на работу, потом поедем в Митина получить карту Газпрома. Решили UnionPay. У нас здесь есть близко русский стандарт. Вот у них 3000 стоит эта карта, а потом 3000 годовое обслуживание. У Газпрома она стоит 5000, эта карта бесплатно годовое обслуживание. И там опять сейчас до 30 апреля, по-моему, какая-то бонусная программа. То есть если ты совершаешь покупки на определенную сумму, там, по-моему, 10 тысяч, то тебе 3000 возвращается. И там до 50 тысяч, то, по-моему, 5000 возвращается. Ну, в общем, все это дело узнаю в Митина, все вам расскажу. Карта мне нужна. Мы ее давно хотели получить еще до поездки в Таиланд, но я ее не стала просто получать в русском стандарте. Ну, не стала, не стала. Вот. А она, конечно, нужна. Ну, мало ли, вот, допустим, мы были, вот, в предпоследний день в Таиланде, допустим, мы зашли в фестиваль. Уже баты не нужны были, там осталось уже все, чуть-чуть на дорогу. А тут мне нужно было вот коллаген купить. Он там стоил, ну, не помню, сколько бат. Ну, допустим, ну, допустим, 1000 бат. Вот. Это надо было опять в обменник бежать, менять. А у Виталика была карта Газпрома, мы сразу оплатили, я ему потом перевела. То есть, очень-очень удобно. То же самое мы были вот в Эмиратах, в Абу-Даби, в Дубае, тоже в аэропорту, чтобы что-то купить, нужно круги нарезать, менять. То есть, ну, карта, хотелось бы, чтобы она была у нас. Ну, и потом в дальнейшем, в будущем, когда мы ее получим, я расскажу, выгодно ли иметь такую карту или невыгодно. И посмотрю, как вот там вернутся деньги за нее. Все-таки 5000 это тоже дороговато, согласитесь, для карты. Ну, нужно, значит, нужно, поэтому поедем в Митина. Погода у нас, я бы, плюс 4 градуса, прям солнце обманчивое. Ну, наверное, днем будет потеплее, плюс 12 градусов. Ладно, поехала за Леной. Кстати, вот сегодня 6 апреля, сегодня ровно 7 месяцев, как я пошла на первое занятие танцами. Вчера нашла у себя записку, выписывала там, ну, были пробные занятия там на одно. Сходила на второе, вот, и выбрала то, что мне больше всего понравилось. Нашли мы сахарницу под наш чайник Амстердам, коллекция Велевый Бог. И за ней нужно ехать в центр куда-то. На Измайловскую, не, не в центр, на Измайловскую, по-моему. На Щелковскую, не помню, куда ты хочешь, в ту сторону. И, наверное, в субботу, в субботу у нас, видите, надо и на дачу съездить, и в ресторан с девчонками сходить. Ну, Юра говорит, поедем с тобой, говорит, эту сахарницу выкупим. Я говорю, блин, ладно, постараемся все уложить в один день, чтобы воскресенье было свободным. Ладно, поехала за Ленчиком. Вот, что приехала с Леной Бутином. Моя часами зайдет в Газпромбанк. Что-то я не вижу, где-то, сколько сейчас. Посмотрим. Все, прибыли вот так вот выглядят. Митинская, 36. Вот, вот здесь Газпромбанк. С парковками, конечно, здесь я поставила сегодня около магазина. С валют. Покупка 79,50 долларов. Продажа 83,90 евро. Покупка 87,20. Продажа 91,80. Обалдеть. В общем, рассказываю, какую я карту получила. У нас Лена немножко разная. Я получила обученную карту не именной. Но ее можно было заказать и на сайте. В общем, смысл в том, что стоит эта карта 5,000. Но в течение 4 месяцев. Выбираешь 3 месяца, в котором ты будешь тратить, допустим. Если ты будешь каждый месяц тратить по 10,000, то тебе кэшбэк потом в 3,000 вернется. Я так поняла. А если ты будешь свыше 50,000 брать, то кэшбэк в 5,000 вернется. То есть она будет не бесплатна. Это только касается не именных карт. Не именных. А именные карты, они именные. Там такого нет. То есть ты 5,000 заплатил и все. Ну, я взяла. И надо было меня еще раз сюда приезжать. В общем, я себе взяла неименную карту. Они предложили мне еще страховку 1900. В год, если в 2 карты потеряется, либо еще что-то. Я, естественно, отказалась. Вообще, на страховке редко можно меня уговорить. В общем, все. И будем... Это рублевая карта. И вот, допустим, мы когда будем в Турции, у нас будет конвертация рубли в юане, юани в лиры. Ну, если мы будем в Китае, значит, рубли в юане сразу. Ну, в принципе, удобно. Вот. Лена получила немножко другую карту. Она вам расскажет сама про нее. Ну, а мы сейчас уже все поедем домой. Надо будет обедать-ужинать. И можно уже будет с мамой походить. Ну, сейчас вообще солнышко прям хорошо. На улице, знаете, такая весна-весна. На самом деле весна очень теплая, хорошая, сухая. Вот. Посмотрим, как дальше будет. Ну, так что я вам, наверное, ответила на вопрос. И в Химках у нас ближайший офис. Ну, в общем, будем... Знаете как, это очень удобно, когда у тебя на карте есть деньги. И когда у тебя есть возможность заплатить. Ну, это, так скажем, НЗ. НЗ. Ну, курс, конечно, валюты вы видели. Очень-очень невыгодный. Хотела сказать, вот пока куртку решила одеть, уже все, лето наступило. Уже все, надо ветровку одевать. Уже, ой, жарко-жарко стою. Не могу сейчас переодеваться буду. Чуть леном долго. Я уже давно закончила. Все, лен никак не выйдет. Жду-жду, стою. Греюсь на солнышке. Все, поставила в машину. Иду на встречу к маме. Лен тоже с вами обещали к нам присоединиться. Все, правильно вы пишите. Куртку не поносишь. Все, уже вот иду. Ветровки свои. Ну, знаете, еще временами, точнее местами, дует сильный ветер. Вот, и так как я постоянно, голова у меня мокрая, есть вероятность, что могу простыть. А, слушайте, у меня же есть кепка. Как я ее забыла. Я ее купила в Таиланде. Точно. В Адидас магазине. О, сегодня пойду на танцы. Красно, наверное, в этой кепке. Но с танцев вообще выходим по Попойжимой. Точно, я буду по городу ходить в кепке. О, мама идет, сейчас покажу. О, мама утеплилась. Кстати, как хорошо маме. Костюмчики в этом. Очень хорошо. Любимый Василек? Да. Привет, Катюша. Супер, да. Мне нравится. Да. Тепло, хорошо. Тепло, одел. Отлично. Одел нас. Ага. Сейчас Лена обещала с вами нам присоединиться. А я быстрее приехала. Успела суп съесть и все. И пошли. Не расслабляться. Ну, короче, на момент, когда ты мне позвонила, я отдыхала всего 10 минут. Ну, я уже покушала суп, но у меня не было возможности много, как говорится, отдохнуть. Радно. Пойдем нас рождаться. Все. Такое ощущение, что лето. Вот, все. Еще чуть-чуть и будем ходить уже в футболках. Ну, Оксаночка, будет еще? Да будет, конечно. Да все может быть. Обычно на лей на день рождения частенько снег идет. И холод. Мы тогда ездили в Крем с ней. Ой, какой холод был. Ветер, холод. Да, будет. Пожарить картошку с мясом для Юры. Он привозил свинину домашнюю из стула. Я кусочек ему жарила, кусочек замораживала. Сейчас пожарила ему вкусно. С луком, с грибами, с картошкой. Такая вкуснятина. Попробовала на соль только. Одну маленькую кусочек картошки и кусочек свинки. Зато я пила чай с двумя яблоками. Ладно, все, собираюсь. Что-то Юра дома нет. Ну, надеюсь, он меня встретит. Пойду прогуляюсь. Ну, я хочу сказать, что все-таки еще в ветровке рановато ходить, когда солнышко, да. А когда идешь в тени... Вот у меня уже все. Сегодня нос уже капитально не дышит. Мне много не надо. Вот. Когда идешь в тени, то, конечно, еще холодновато. Но я еще-то одела на легкую кофту, на эту, на желтую. Надо было хоть потеплее, хоть худее одеть. Ладно. Так, еще хотела показать, что у нас вот... Не забывайте подписываться в Телеграм. У нас в Телеграме есть вот такие рюкзачки. Сейчас еще раз вам покажу. На Телеграм-канал ссылка будет под описанием к видео. Вот такие рюкзаки, искусственная кожа, производство Китай. Смотрите, какие красивые, красивый декор. Вот такие вот штучки, как я люблю. Замочки, кармашки сбоку. Очень вместительные. Можно носить здесь кармашек. Видите, какой. Можно носить как рюкзачок. Есть большой ремень, поменьше. Можно носить просто как сумочку. И можно носить через плечо. Так что заходите в Телеграм-канал. Там все увидите. Смотрю, иду. Друзья, ребята, здесь у меня в самокатах, на велосипедах. Иду с моей любимой дорогой. Вот. Давно все хорошо. Свежо, прям свежо. Но шапку с собой взяла на обратный путь. Потому что, зная себя, буду обязательно одевать. Так, конечно, погодка шикарная. Так что Лена с вами тоже ходили. Но мы с ними по стадиону разминулись. Ну, а мы с мамой, у нас же любимый маршрут. Пока уток всех рассмотрим. Пока там о горе я отметил. И так незаметно тоже быстренько проходим. Мама тоже молодец, втянулась. И я ей тоже там... Ну, она, в принципе, и без меня ходит, когда я не могу. Она тоже, главное, начать. А потом уже не останавливаться. Она достигнута. Вот. Ладно. Пойду. Как говорится, выпущу пар. Часочек с дичонками пообщаемся. Здесь дичонки хорошие все ходят. Вот. Ну, и потом, надеюсь, Юра меня встретит. Ну, а не встретит. Сама доберусь. Не маленькая, правильно? Так, ну что. Как всегда, выхожу. Опасно для здоровья. На улице ветер. Нашлось не только шапку одеть, но еще капюшон. Потому что это... Это жесть, конечно. Ну, я люблю такие тренировки. Они мне прям доставляют удовольствие. Так что тоже будем скоро танец записывать. В конце апреля. Но уже не в МИГе. Я где-нибудь в другом месте. Где-нибудь у нас девчонка-преподавательница Олечка. Она говорит, где-нибудь в Руберова обсудим костюмы. В чем будем. Ну, и потом 20 мая будет уже, как всегда, отчетный концерт, концерт школы. Два раза в год проходит он. Поэтому в январе было и в мае будет. Ну, в январе я не успела подготовиться. Еще в Таиланд ездили. Ну, в мае, надеюсь. Там посмотрим. Ну что, посмотрим. Встучает мне Юра или нет. Не, ну так вот очень комфортно. Я могла, конечно, на машине ездить. Но, когда есть возможность пройтись, нужно пройтись. Ну, вот вчера у меня было 16 тысяч шагов, примерно. Ну, сегодня так же. Ну, одинаково, короче, каждый день. Вот, пить охота не могу. Правда. Иду потихонечку. Сейчас позвоню Юре и узнаю, где он. Ну, в общем, позвонила Юре. Он говорит, я только зашел домой. Вот только-только разогреваю ужин. Поэтому, ладно, ничего страшного. Ага, сказал купить за эти молока, кефира. Хорошо, что магазины до 11 работают. Так что... А, перекресток почти круглосуточно. Очень удобно. Идешь вот так вот, нужно что-то купить на завтрак или еще. Ой, кефир люблю. Мне прямо за меня этот ужин. Не, ясное дело, когда едешь в отель, там все включено какое-нибудь. Там уже начинаешь все есть. Дома не ешь в отеле, ешь. Так всегда у меня бывает. Ладно, пойдем зайдем сейчас в магазинчик. Купим, потом уже пойдем домой с вами вместе. О, все уже. Сезон самокатов начинается. Здорово как. У нас, помню, что-то какие-то московские ярмарки. Ярмарки, сказочный домик такой мне нравится. Красиво смотрится все с подсветками. Ерочки, туй. Ерочки еще молоденькие эти. Вот так вот. Все же, сапочки, куличи продаются во всем. О, какой красивый воскресенье. Майский. Маленькие такие же садились. Так, я взяла партушки. Киндер, кофе, рупа. Кефир, молоко. Ну, друзья, все. Буду заканчивать на этом видео. Увидимся с вами в следующем видео. Все. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.